Этот формат для татарстанских дорог в новинку. В Нижнекамске появился так называемый лежачий полицейский, выполненный в виде 3D-рисунка. Воображаемая неровность напротив телецентра возникла не случайно. Инспектор ДПС надеется, что иллюзорные препятствия позволят снизить аварийность на участке. Он не строил иллюзий, скорее нарисовал. Лежачий полицейский появился после часа работы. На объемное изображение ушло более 60 баллончиков с краской. Искусство создавать искусственные неровности продемонстрировал местный художник. Главное здесь понять суть, то есть как это строится рисунок. То есть, ну, перспектива закона, то есть здесь тоже есть свои тонкости, свои нюансы. И если, допустим, их понять, то есть все это разложить по полкам, то это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Это лишь обман зрения. Асфальт остался ровным. Но 3D-рисунок создает эффект присутствия преграды. Сотрудники ГИБДД надеются, воображаемое препятствие станет реальным. Этот участок, по данным статистики, считается аварийным. Изначально мы здесь планировали поставить макет. Но буквально вот недавно к нам обратились с предложением нанести в городе рисунок в формате 3D. И мы предложили вот на этом нерегулированном пешеходном переходе в качестве эксперимента. Эксперимент удался, но не на все 100%. Наряду с теми, кто притормаживал, нашлись водители, что не обратили внимания на псевдополицейского. Проносились на всех скоростях. Не хотелось проезжать? Ну вот только что проезжал. Ну и как? Я его не заметил. Естественно, уже по инерции притормазываешь, куда деваться. Кажется, что сделан полицейский. В каких красках предстанет судьба нарисованного лежачего полицейского, ответ на этот вопрос предстоит найти в течение месяца. Ежедневно на участке будут дежурить инспекторы. Не исключено, что иллюзорные препятствия возникнут и на других опасных перекрестках города. Наталья Колешкина, Лилия Егорова и Александра Васильева. Вести Татарстан.